Рекомендую вам новое общественное движение, которое называется просто и коротко, Свет. Его участники предлагают перезагрузить современное общество и государственную машину в соответствии с психологией человека и используя последние достижения научно-технического прогресса, а также соционики. Свет побеждает, ну а мы начинаем. ЧЕРЕПАШКИ НИНДЗЯ 2 Даже хорошо, хорошо, очень крепко, мне понравилось. И что мне понравилось? Давайте вот в моей опинене будем вообще так говорить, вот, что понравилось. Потому что мне ЧЕРЕПАШКИ НИНДЗЯ 2 зашли. И я их не ждал, потому что после первой части, которая была не Ахти, конечно, была не совсем ужас, но она была очень, вот так, среднячком, честно, среднячком. И я, типа, думал, ну, вторая часть должна быть, по идее, хуже. Но нихрена, это тот случай, когда сиквел лучше, чем предыдущий фильм. Это действительно так, лучше, чем предыдущий. И что я могу сказать? Во-первых, дизайн ЧЕРЕПАШИК изменили. То есть вот эта вот их рожа, которая была похожа на Домсдея, изменили, и теперь она похожа на настоящих ЧЕРЕПАШИК. На настоящих ЧЕРЕПАШИК из 80-х, из 2003-х мультфильмовских годов, да. И очень круто, они хорошо над дизайном поработали, и это прям чувствуется, что ЧЕРЕПАШКИ. И еще ЧЕРЕПАШКам уделили до хрена просто в их фильме. Потому что в предыдущем фильме, мы помним, что там было, Меган Фокс разгуливала и мешала наслаждаться фильмом. Вот. Ну, а в этот раз она, как, вот, знаете, приходит, чтобы на нее посмотрели зрители, и уходит. Вот это хороший план. То есть она как разгрузочный материал, что вот у нас есть в фильме Телка, смотрите. Телка это Меган Фокс, она у нас есть, поняли? Не будем делать, как в предыдущем фильме. И, в общем, вот как-то так. И Кейси Джонс, на самом деле, так же. Он просто показывается, чтобы как-то быть второстепенным персонажем. Поэтому насчет Стивена Амела, человека эмоций, человек эмоций, понимаете, Стивена Амела, сказать очень трудно, но вот из-за того, что Кейси Джонса было очень мало в фильме, как-то, ну, не знаю, Оливер Квинн из него там получился, или не Оливер Квинн, очень трудно, очень трудно судить, потому что в фильме, по идее, у него тоже было три эмоции. Он был серьезным, потом был серьезным, но чуть-чуть злым, и серьезным, но веселым. Чуть-чуть веселым, поняли, да? Вся фишка Оливера Квинна. Ну, три эмоции за фильм, в принципе, хорошо, хорошо. В принципе, не две, как в Стреле, там он серьезный и серьезный, но чуть-чуть грустный. Вот, это Стрела. Ну, а тут вот другие эмоции, больше их, собственно говоря, поэтому справился с задачей, сыграл Кейси Джонса, Меган Фокс тоже нормально себя нашла, Черепашки нормально себя нашли, само действие, само себя нашло, так сказать, потому что Черепашки-ниндзя изначально были пародией, изначально были пародией. И они ей в первой части фильма не являлись. Они там хотели что-то, какую-то херню устроить, а здесь они поняли, создатели фильма поняли, что мы, ребята, пародия на сорви голову. Давайте действовать как пародия, давайте быть абсурдными. И сделали этот абсурд. Сделали все, что надо. Сделали как в мульте 80-х. Все было круто, все было безбашено, мозг вносило специально допущенные, так сказать, ляпы. Ну, там прям видно, что специально некоторые были допущены, то есть, которые вообще абсурд. Абсурд это величина, главное, что должно быть в пародии, и это присутствует. За это можно, так сказать, и накинуть, и откинуть, я просто не знаю. Просто Черепашкам-ниндзя абсурд нужен. Некоторые говорят, что там слишком были тупые моменты, но эти тупые моменты были специально сделаны. Я понимаю, в первом фильме, конечно, в фильме были и тупые моменты, которые не специально сделаны, но были, которые явно, вот, ты смотришь, такой, о, это тупой момент, который в точности, как был в мультсериале, они его специально тут сделали. Вот так вот. Поэтому, в принципе, нормально. То есть, тут было три злодея, ну, в общем-то, так сказать, главными можно назвать Бипа по Ирокстеди, потому что они больше всех были. Шреддера окунули на второй план вообще, потому что он в первом сыграл уже свою роль. А, ну, Крэнк, Крэнк, он появится в следующих фильмах, потому что с ним еще не все закончили, вот. Ну, а так, еще саундтрек, я хочу насчет саундтрек сказать, Стив Яблонский писал. И такое чувство, что саундтрек не к черепашкам ниндзя, а к трансформерам новым, потому что он такой эпичный, даже неожиданно, он реально крутой. У меня три трека в аудиозаписях есть, которые мне очень понравились. Фильм начинается прям с трека, очень крутого. И прям сразу такой, типа, неужели круто будет? И потом, вот, типа, круто, вот. Но, в принципе, я еще могу сказать, что фильм, на самом деле, очень многое взял от Мстителей, потому что, сами сравните, есть захватчик главный, этот захватчик посылает, так сказать, от себя, человек, который должен ему помочь на земле открыть портал. Открывается портал, оттуда вылетает какая-то чушь, а в конце фильма эта чушь обратная, и портал взрывается изнутри, да? Типа, или команда ссорится в середине фильма. Поняли, да? О чем я? Вот, собственно говоря, вот как-то так. И, кстати, крысу ихнюю, крысу, вообще, в фильме ее было два раза. Два раза была крыса в фильме, все, и вообще забили на сплинтера нормально. Вот. В принципе, фильмов, на самом деле, честно, честно, я поставлю 8 из 10, потому что очень хорошая работа над ошибками, очень круто, черепашками ниндзи я особо не увлекаюсь, думал, что будет плохо, получилось хорошо, меня удивили. Спасибо. Нам нужна армия. Сейчас будет весело! Да ты стал носорогом! А ты... Маленькая свинка! Тише, спокойно. Руки прочь! Как тебя зовут? Кейси Джонс. Привет. Вы что, типа, встречаетесь? И следующий фильм, который я посмотрел на этой неделе, это «Финансовый монстр». Финансовый монстр. Ну, что я могу сказать про финансового монстра? Во-первых, хочу сказать, что его почему-то очень низкие рейтинги. То есть, у него 6,8, 50% не заслужено вообще абсолютно как-то, потому что фильм этого не заслуживает. Он действительно крутой. Если... Ну, конечно, в начале мне хотелось убить оператора, во-первых. Потому что в начале именно оператор, он какой-то дебил был в начале. Может, ему потом реально убили одного, поставили другого, но реально в начале как-то хотелось убить оператора, потому что он так все неправильно там снимал, что просто глаза кровились. Вот. В начале вроде бы как-то было скучно. Начиналось вроде, знаете, как-то очень странно начало... Начиналось, да? Начиналось очень странно. Но потом, когда уже все произошло, ну, вы знаете, синопсис, да, там этот чувак захватывает всех, вот дальше пошло дело. Пошли разные сюжетные ветки, которые в начале вызывают вопрос, зачем они тут, то есть там были разные наборки кадров, например, когда его захватили из Сеула, из Африки. В начале фильма я не понимал, зачем, к чему это, то есть, типа, нахера вы растягиваете сюжет. Потом в конце все объясняют, это все вот так вот подводят плавно, и фильм, он идет всего час сорок, он вообще не затянутый, то есть, очень интересно смотреть, смотришь на одном дыхании, и это все весело, ну, не весело, а напрягающе, интересно, и вот так вот прям погружаешься в эту историю, потому что здесь Джорджа Клуни презентуют как главного героя, то есть, главный герой картины, но на самом деле главный герой картины не он, а главный герой картины Джек О'Коннелл, чувак, который захватил их. И если вы смотрели этот фильм, или будете смотреть, я вам настоятельно рекомендую, то вы поймете, почему. Вначале он антагонист, но потом персонаж его постепенно для зрителя эволюционирует. Вообще все персонажи в фильме, Джулия Робертс, персонаж Джулии Робертс эволюционирует, Джорджа Клуни, Джек О'Коннелла, все они эволюционируют. Вначале сюжет вроде обычный, а потом он психологически превращается, в детектив какой-то превращается, в развлекательный еще шоу превращается, понимаете? И все это, это очень круто сделано. Мне, во-первых, это сказать, очень круто, и потом оператор нормально идет, но единственное, что я могу минус поставить, что такое вряд ли бы произошло. То есть, такое вряд ли бы вообще произошло. Снижать за такую кучу большую, большую оценку, типа ставить 6 из-за этого одного нельзя, потому что художественное кино создано для того, чтобы мы наблюдали за процессом, который возможно и может произойти, а возможно и не может произойти. Но, конечно, да, этот фильм позиционирует себя, наверное, как больше к реалистичному приближенной, но я вот думаю, что чувак просто так пройти сквозь охранников не смог бы. Ну, в реальности, типа, да. Но, вот, я сам хз, потому что я прохожу в другое училище к одной подруге знакомой, просто сказав, что мне надо попасть на один концерт, и каждый раз охранники меня пропускают. Чувака, который учится вообще в другом училище, а у них там вообще все пропускают, я просто подхожу и такой, здравствуйте, мне, пожалуйста, на этот концерт. А, ладно, иди. Ну, типа, я не знаю, в России это сработало, то есть он мог сказать, типа, да пацаны, я тут это, свой, короче, они бы его пропустили, но я не знаю, как это работает в США, поэтому не могу судить. Собственно, вот как-то так. Ну, вообще, по сути, не знаю, смог бы этот фильм произойти в реальности, вот честно, ну, 50 на 50, 50 на 50, а если 50 на 50, то значит смог бы, возможность есть. Поэтому этому фильму я поставлю 9 из 10, не ожидал, что он мне понравился, вообще не думал, что на него пойду, сходил, удивился приятно, в конце даже некое голокружение легкое было, потому что после хороших фильмов у меня всегда так. В общем-то, круто, круто, действительно круто, Джоди Фостер, собственно говоря, опять радует своим проектом, да, с режиссерил Джоди Фостера. Спасибо. Все, кто может уйти, уходите прямо сейчас. Глаза в пол, голову не поднимаем, просто уходите. Ли, спокойно, я с тобой. Ну все, ребята, на этом был мой опинион за эту неделю, так сказать. На следующей неделе мы с вами посмотрим Иллюзию Обмана 2. Сразу хочу сказать, что первая часть я поставил 8 из 10. Она, ну, удивила, приятно. Посмотрим, что будет дальше, что будет дальше. Посмотрим, как они сделают это дальше, то есть, хуже или лучше. Мне кажется, что будет хуже, потому что это синдром плохих сиквелов, но у черепашек, видите, как-то получилось лучше создаться. Ну ладно, с вами был я, BlacksInfinity. Подписывайтесь на группу, подписывайтесь на мой канал, если здесь впервые, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, и всем пока, береги тебя. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok,